Ну вот, посмотрите, вот так тут хорошо, да, тепло, согласитесь, сегодня мы все в перчатках, вот видите, очень холодно, да, и при этом смотрите, вот, как здесь все, музыка звучит, очень приятный запах, как вам, женщины, вообще, ощущения? Да, как будто бы в самолете, если честно, как в самолете, вы первый раз, да, ну здесь я первый раз, первый раз, да, вот, мне очень понравилось, я думаю, что это перспективный проект, проект будущего, проект века, поэтому спасибо, что пригласили, да, отлично, как ваше мнение, скажите, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Галина Котель, я живу в городе Минске. Отлично, вас как зовут? Меня зовут Наталья, я из города Солигорск. Отлично, вы приехали тоже сегодня, да? Да. Расскажите, специально на эту экскурсию, скажите, что? Да, я приехала специально на эту экскурсию, ознакомиться с транспортом будущего, ознакомиться с технологией Анатолия Эдуардовича Юлийского, и я считаю, что это очень перспективный проект. Да, вам вообще нравится, вот, да, здесь, какой, вот даже запах здесь, да, вы видите, какой очень приятный запах здесь, да? Запах зимний. Запах зимний, потом здесь получается тепло, да? Вот, очень, да, вот, Алена, расскажи мне, да, Алена, да? Да, я из Минска, периодически сюда приезжаю, чтобы убедиться, что все работает, все движется. Конечно, радует, радует, безусловно, все движется, все работает. Я думаю, что мы идем к логическому завершению, да, этого всего. Очень надеюсь на скорость. Да, да, нам мы сегодня, друзья, мы сегодня, конечно, не можем здесь прокатиться, для этого нужно было брать отдельное разрешение, но вы видите, что все здесь движется, да? Мы сейчас еще с вами пройдем, скажем так, в другое место. Алексей, так, ты что-то скажешь интересное людям? Всегда приятно сюда приезжать и видеть, когда, особенно в движении. Вот мы приехали сегодня, смотрим, а оно поехало вдалеке, и прям думаешь, ну класс, и когда-то будет это все ездить по всему миру, и мы будем вот так же передвигаться в любую точку мира. Ну вот, смотрите, да, вот, я вам покажу, как это еще выглядит, да, вот, смотрите, на таком расстоянии, вот, очень красивые тут дорожки, да, вот, видите, вот там еще движется, мы сейчас туда пойдем с вами, да. Вот, вот, это вот все, настолько все, видите, здесь я вам показываю, вот тут еще идут, еще один юнибус висит, вот, видите, находится, вот тут идут сейчас испытания, все для нас включило руководство, и мы с вами здесь вот все, видите, какая грязь, очень у нас снег весь пропал. Прошел весь, да, вот, видите, да, вот, видите, но транспорт движется и так далее, да, так, пойдемте дальше, да, а можно сейчас, скажите, пожалуйста, закрыть двери можно, и чтобы он поехал, да, ну вот сейчас я вам еще раз покажу, как он будет уезжать, вот сейчас, смотрите, закрываются двери. Вот, вот, и видно вам. Плавненько, да, грязно, снега нету, к сожалению, но зато все, о, все, 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 пошел, 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 пошел. Спасибо. 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 Леша, сейчас мы переходим к другой трассе, кстати, вот эта трасса вторая, которая сейчас строится, не вторая, какая она, седьмая будет, седьмая трасса, это анкерная опора для юниконтов, которые тяжелые контейнерные перевозки. Такая же сейчас делается в шарже, пока там уже... Вот, здесь сейчас, там, конечно, все здесь, еще анкерная опора, видите, она огромная, просто туда не подойти, потому что там сейчас, скажем так, грязно. Я вам покажу, что примерно масштаб такой, да, вот она. Ну вот, видите, вот она сейчас еще строится и, ну, уже, скажем так, готова, то есть без дизайна, но вот уже все это есть. Так, идем дальше. Там дальше вы видите эко-дом. Сейчас я вам приближу. Вот, и здесь другая трасса. Да, здесь, Леш, что у нас идет? Юнибус. Здесь у нас тоже движется Юнибус. Нет, здесь, наверное... А, тоже Юнибус. Там Юникар. Да. Ну вот он сейчас тоже к нам будет приближаться. Да, видите, высота здесь не такая высокая, потому что здесь был испытательный полигон, поэтому... А, вот сейчас, смотрите, он тоже на том, что... Да, вот сейчас возвращается еще. Я вам буду показывать. Я вам покажу. Так, друзья, ну, здесь сейчас будет тоже вот двигаться обратно, я так понимаю, да, мы сейчас вот подождем. Вот, ну, давайте я пока пройдусь еще. Группа у нас там осталась. Я вам покажусь, что здесь... Да, нас предупреждали, что, кстати, будет снег вчера лежал, а потом сейчас все мокрое здесь. Вот, но вот пока мы будем ждать. Вот такая здесь красота. Кто не был ни разу, да? Вот видите, здесь такие замечательные вот эко-дом. Штаб-квартира здесь Анатолия Эдуардовича. Вот, я сейчас пройду на мостик, покажу. Там как раз Юникар возвращается. Тоже вам покажу. Олег, добрый день. Да, да, да. Я немножечко смодерирую вопросы с чата от Надежды. Покажете ли вы новые модели сегодня? Новые модели... Сейчас. Один. Новые модели в смысле... Какие новые модели? Транспорта? Да, да, я так поняла. Давайте мы сейчас посмотрим, вот он приближается, да, чтобы я так покажу, вот как сейчас движется тоже на большой скорости, чтобы вы посмотрели в зуме. Надежда уточнила это. Она имеет в виду новый Юни-Лед и большой Юни-Бус. Такой скоростью пронесся, а тут тоже вот пять поехал. Я сейчас уточню Олега Анатольевича, да? Вот. И я не совсем понимаю, вот там есть... А, все, я понял про какое. Хорошо. Я понял. Вы хотите посмотреть вот этот Юни-Лайт, наверное, да? Да, 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 да. Все, все, спасибо, что... Потому что... Леша, люди хотят посмотреть, как строится Юни-Лайт. Давай тогда туда подбежим, потому что вот тут мы показали все. Сейчас мы движемся с вами... Сейчас мы с вами движемся по пересеченной местности, можно сказать. Да, вот там Юни-Вин стоит. Это такой тоже двуместный транспорт. Я понял. Сейчас, да, это важно, архиважно. Я, конечно, сейчас сбегаю, вам все это покажу, но это уже в акварели, потому что здесь мы сейчас находимся в эко-технопарке, да, где идут вот эти вот испытания. Вот видите, трассы мы сейчас... Вот там он Юни-Вин находится, он сейчас не движется. Вот здесь вот эти трассы сейчас. И я сейчас пойду специально вам покажу вот именно, как вы хотите. Олег Анатольевич, Олег Анатольевич, люди попросили... Здравствуйте, Олег Анатольевич возглавляет... Добрый день. Да, возглавляет здесь эко-технопарк. Попросили показать Юни-Лайт. Можно туда быстренько вот подойти? Вот тут, который в акварели. Ну, это... Там будем находиться на территории, там... А сейчас в прямом эфире? Мы не дойдем до туда. Я забегу, если быстренько. Вот показать людям, потому что сейчас все... Там идут ремонтные работы и стройплощадка хорошая. То есть... Ни в коем случае меры безопасности. Ну, отсюда я могу... Отсюда вы не дойдете. Забором можете. Да. Отзал... Да-да, сейчас... Вот мы мимо музея идем. Вот я вам покажу, где это строится, да. Потому что это другая... А, вот так вот, да? Отсюда. Хотя бы отсюда, да, показать. Вот идет монтаж. Смотрите, да. Сейчас все очень... Да, мы туда, конечно, не зайдем, потому что там сейчас все это... Все формируется, но... Да. Так. Вот плохо там видно. Да. А если вот с той стороны я забором посмотрю... Да-да, его немного видно. Спасибо большое. Видно сейчас вам, да? Да-да-да-да-да. Ну вот, смотрите, сейчас идут работы. Вот видите, вот сама струна, да. Вот там получается уже анкерная опора, да. Вот он там стоит действительно вот... Насколько я вам могу показать близко. Да-да, отлично. Спасибо большое. Вот. И вот эта трасса, она, вот видите, идет вот над озером. Потом там пойдут анкерные опоры и так далее. Все, видите? Вот. То есть действительно сейчас работает тут. И вот видите, там даже монтажник, он делает вот именно работает со струной. Вот там пакет, поэтому нам сейчас туда зайти нельзя. Вот. Тут вот видите, все. В общем, мы используем, что уже в скором будущем мы, конечно, там... Мы уже бронируем билетики на весну и отправляемся на рыбалочку. Да, да. Ну, дорогие друзья, смотрите, какие еще вопросы. Один спасибо, что ты как-то так напомнила мне, потому что мы немножко сняли. Я потом вам вышлю именно вот с той стороны немножко там поближе было, да? Вот. Вот. Но в целом вот так. Олег Анатольевич, мы сейчас можем подняться на второй этап? Сейчас люди погореют. Сейчас люди погореют, чуть-чуть в музей, там ребенок. Да, да, да. Очень холодно сегодня. Вот. Но все равно мы пообещали, делаем. И сейчас, наверное... А сюда как? Сейчас они все в музее. А пусть они в музее, мы сейчас еще посмотрим. Ну, пока вы покажите, может, это... Наверное, я могу показать. Ну, а? А? Давайте, давайте. Давайте сейчас пока откроют тогда. Ну, вот вы знаете, что здесь, когда заходишь сразу, конечно же, здесь вот бронзовая скульптура. Вот здесь, да. Вот сейчас такой снег был красивый. Сейчас тоже все зелено, красиво. И вот, значит, здесь получается Анатолий Эдуардович с надеждой здесь. Вот здесь вот посырьевой, да. Здесь включаются такие скульптуры. Вот так, если можно сказать. Показать вам дальше. Вся наша делегация замерзла, разбежались. И вот здесь нулевой километр. Видите, сколько здесь у нас тут. История дорог, да. Что действительно здесь вот. Сначала такие. Такая дорога. Крусчатка. Асфальт. Вот. Рельсы. Вот. И нулевой километр. Вот. Я всех трогаю. Вот. Здесь нулевой километр. Вот. 2015. Да. Вот. Видите. Ну, тогда зайдем еще. Давайте зайдем еще в музей. Давайте зайдем еще в музей. Вот, дорогие друзья, мы музей. Я вам сейчас, может, и тоже расскажу что-то. Олег, видимо, здесь связь стала хуже, да? Седьмой год. А что, плохо видно? Да или что? Да. Звук прерывается. И изображение, да, немножечко едет. Ну, наверное, плотничком. И там, наверное, перерывается звук, потому что мы на телефоне. Наверное, там все. Мы стоим под линией. Да, скорее всего. Ой. Ну вот, посмотрите, линия какая-то, да? Вот. И мы сейчас... Тогда попросили Олега Анатольевича, мы все-таки выйдем на второй этаж. Давай, люди пусть погреются. Ну, пусть погреются, да. Мы отдельно подойдем? Да, отдельно, Леша. Давай сейчас подойдем туда, и уже тогда будем заканчивать, потому что в музее, к сожалению, нету связи. Ну, мы там поснимаем, тогда вам вышли, хорошо? Да, да, отлично. Хорошо, спасибо. Сейчас у нас здесь... Юнифлэш сняли его сейчас, да? Вот. Его сейчас там модернизируют. Вот. Ну, вот это вот, видите, такая вот небесная дорога, действительно, я вот так вот вам покажу, да? Вот. И мы сейчас все-таки поднимемся на второй этаж. Там юнибус такой для... 14-местный, насколько я помню, там находился. И Олег Анатольевич сказал, что там сейчас тоже будет. Ну, вот еще одна тяжелая трасса, такая же, как в Дубае. О, в Шарже, да? Вот она строится. Вот ее называют, скажем так, Санта-Барбара. Вот точно такая, вы помните ли? Вот тоже, видите, тут я постараюсь подойти. Здесь тоже много воды. Ну, вот танкерные опоры, видите, как тут все. Вот они. Вот, чтобы вы понимали, насколько все тут бетон, да? Вот он, бетон. Вот все залито. И вот. И потом будет вот эта вот трасса, уже тоже она будет для пассажирского транспорта. Вот. И будет она для, скажем так, тоже юниконтов. В общем, все тут тоже сделается, строится. Вот. Но сама по себе дорога, конечно, очень впечатляет. Я тогда, помню, смотрел ее со второго, с третьего этажа. Вот, кстати, мы туда сейчас идем. И я вам потом еще раз это продемонстрирую. Так что транспорт движется вот без нас, если вы там видите опять, да? Вот. Потому что постоянно идут испытательные работы, идут технические работы. Вот. Так что проявляют. Ну, вот. Сейчас мы поднимаемся тоже. Люди погрелись. Я тут, скажем так, уже тоже замерз сильно, но я понимаю, какая ответственность на мне лежит. Да, Влад. Да, вот. Вот. Мы сейчас поднимаемся. И вы поднимаетесь вместе со мной. Вот видите. Да, спасибо, Олег. Олег, когда будете снимать, прям постарайтесь все прям подробно. И про потолок рассказать, все, что там, какие особенности есть, про секции. Да, да, да. Спасибо. Отлично. Так. Ну, надеюсь, что у нас тут связь будет. Леша, держи дверь. Вот. Да. Ну, вот он. Видите, вот он. Такой огромный. Да, чтобы вы понимали. Вот тут тоже идут вот работы все. Видите? Слышно меня, Мадзин? Да, да. Слышно. Потому что тут тоже. Вот видите, тут не просто люди сидят, тут ведутся работы. Поэтому тут целое конструкторское бюро. Поэтому вот он огромный какой-то U4-220-T2. Вот он. Просто огромадный. Вот видите, сколько тут шагов. Сейчас я вам зайду сюда еще. Ну, соответственно, тут вот. Вот она. Видите? пол звездный. Музыка идет красивая. Да, очень приятно. Вот, может, если ты, скажем так, едешь стоя, можно держаться. Да, вот. Прекрасное тут мнение. Вот. Вот видите, тут уже люди фотографируют. Ну, вот видите, музыка прекрасная, да. Вот вы можете наблюдать, кстати, когда там, да, вот видите, написано 20 января. Ноль километров. Температура inside. Внутри 20,7 градуса, да. И написано в помещении 24,7. Вот 11,37. Видите? Чтобы вы понимали, что мы в прямом эфире. Вот 11,37. Так. Ну, что еще вам сказать? Вот второй тут тоже точно такой. Ну, вот этот, когда вот уже говорят, вот они формируются модули, так называемые. Кстати, вот отсюда тоже можно показать. Вид, вот опять приехал. Вид? Вот такие дела. Так. Ну, и вот дорога, которую, Леш, видно там эту дорогу, да? Вот, посмотрите, вот она как дорога отсюда еще видна. Вот. Видите, как это... А на третий этаж мы не можем подняться, да? На третий не можем. Там по технике безопасности, там сейчас пока закрыто все. Вот. Ну что, Леш, иди сюда, давай. Друзья, какие есть вопросы, может быть, еще? Вот дорога небесная. Ну, пока вопросов нет, я смотрю, но да, все говорят спасибо за подключение. Ну, передаю вам даже это. Спасибо. Я хочу сказать, что мы тогда поснимаем еще все сами, да, как вот вы просили, сейчас спустимся, поснимаем, потому что если Wi-Fi прерывается. Вот. А так, я говорю, что работы ведутся, вы видите, еще раз вам покажу, что действительно, даже вот сейчас идут, вот видите, люди сидят, работают. Мы тут, скажем так, даже в этом помещении, вот ведутся работа, они везде ведутся. Да, ведутся постоянные испытания. Там делается вот этот новый, да, вот отсюда можно вам показать, видите, тоже здесь. Вот он новый, сейчас постараюсь. Унилайф, да, ну, если так. Ну, я... Да, обязательно поделимся, обязательно поделимся фотографиями, тут тоже люди снимают, я больше в прямом эфире, вот. Но я говорю, конечно же, вы понимаете, что работы ведутся постоянно, да. Ну, что, дорогие друзья, на этом... Влад, может, кто-то еще что-то хочет сказать? Влад, вот ты первый раз, да, ну, скажи, пожалуйста, вот человек, да. Да. Говори громче, люди смотрят, да. Первый раз. Громче говори. Ага. Громче. Ну, круто. То есть, в принципе, больше нечего сказать. То есть, увидеть это вживую. Ну, как бы, да, вот. Человек, конечно, ну... На картинках, как бы, это одно, да. Как бы, вживую это совсем другое. Ну, подойди вот сюда еще, да, вот, посмотри, как вот... Да, чтобы я тебе... Подойди, встань, да. Да, это вот на сорок... На... Четырнадцать... Четырнадцать местных здесь, да. Вот, Алексей, можешь что-то сказать? Алексей, скажите нам что-нибудь. Вот вы тоже давно здесь не были, да. Здравствуйте, Алексей. Да, мы тут были, наверное, первый раз вообще, когда открывался нулевой километр, памятный такой знак. И всю эту историю наблюдали, как все происходило прямо на глазах. И катались, конечно же, на разных юнибусах. Это очень такая классная история. Посещали и производство в свое время, конечно же, и офис, с Анатолием Гвардовичем общались, с Надеждой Геннадьевной. И вся эта история проходила на глазах. И какой-то период времени не были. Вот мы, наверное, больше года, да, приехали сейчас по случаю посмотреть, что-то происходит. И, ну, удивлен, да. Испытания до сих пор проходят, ходовые испытания проходят. В общем, развивается вся структура самого экопарка. Сотрудники новые появляются, много разных служб появилось. Ну, собственно говоря, как идет развитие фермерского хозяйства, где можно сидеть в ресторане, пить чашечку чая, кофе и наблюдать, как происходят испытания. Это очень круто. На самом деле, я в свое время даже приглашал друзей на рыбалку. И мы пока рыбачили, смотрели, что тут происходит. И параллельно делились информацией. Вообще, что здесь? Что это вообще? Это что, Беларусь? Да. То есть это очень интересно, да. И в музее мы были на первом этаже. Снизу здесь. Только что с сынишкой сходили, нашли свою фамилию. Долго искали. Ну, мы это снимем, все. Потому что там Wi-Fi плохо работает. А, все понятно. Вот. Ну, очень классно. Да. Алексей, в общем, вам еще лучше стало, еще круче. Правильно? Ну, да. Вообще, приятно здесь находиться всегда. Мы летом приезжаем очень часто на рыбалку. Ну, и погостить там. И в баньку очень хорошая. Ну, и наблюдаем, что же у нас происходит с нашими, с нашими вот душой, с нашими инвестициями в развитие транспортной отрасли. Ну, вы... То есть это как наследие для детей. Это вообще интересно. Да, да. Слово наследие действительно очень. Иди сюда, мой хороший. Наследие, иди сюда. Почесаться. Да. Скажи, как тебе нравится? Как тебя зовут? Артем. Пойдем, Артем, сюда зайди внутрь, да? Вот давай. Ты не бойся. Папа, иди сюда тоже. Вот. Присаживайся. Ну, расскажи, как тебе вот вообще... Как тебе транспорт будущего интересный? Нет, я бы переформатировал. Это уже транспорт настоящего. Коли он ездит, на нем можно проехать. Значит, это уже настоящий транспорт. Ну, просто есть периоды... Транспорт будущего настоящего. Да. Транспорт будущего настоящего. У нас так назывались мероприятия. И просто идут испытания. Надо пройти определенные циклы для того, чтобы данный транспорт стал уже внедряться как в транспортную отрасль. Все проходит в свои циклы. То есть на сегодняшний день внедряются, только-только появляются, внедряются технологии, которые были разработаны в начале 2000-х, например. Они только начинают. Вот это масс-адопшн, как называется. Поэтому масс-адопшн данного транспорта, с учетом его сложностей, с учетом его объема и технологических решений, просто имеет свой цикл. И учитывая то, что его на начальном этапе начали двигать и поддерживать простые люди, пользователи и так далее, то процесс стал еще более таким масштабным, наверное, более душевным. Ну, и он имеет свой срок. Так что все впереди. А летом, я думаю, мы покатаемся уже в фермерском хозяйстве на Юни... Как называется он там будет? Юни-лайт. Юни-лайт, да. Будем... Купим билет на рыбалку и поедем на озеро уже на Юни-лайте. Сын мечтает поймать своего карпа, потому что окуня он здесь ловил. Можно даже показать. У меня на заставке вот сегодня как специально на телефоне... Так, не то выскочило. Было... Покажу. На заставку на телефон рандомно выскочило. Это как раз сын поймал своего окуня на озере здесь. Да. Здесь, да, можно порыбачить, поэтому мы тоже приглашаем всех людей, когда будет работать Юни-лайт, вы получите колоссальное удовольствие от пребывания в этих на парке, да, в акварели, прокатитесь на Юни-лайте, да. То есть ты тоже ждешь этого, да? Ну, молодец, молодец. Так что, видите, приезжаю с детьми. Вот, я тоже был сыном. Вот, Алексей тоже был вообще всей семьей у него трое детей. Ну что, Алексей, как вам нравится вообще? Как всегда великолепно. Каждый раз приезжаешь, куча эмоций здесь, куча положительных эмоций, да, всегда смотришь. С восхищением. Да, да, говори, говори, Леша. Вот, видите. Ну, вот видите, в общем, очень здорово, очень интересно. И мы даже, я хочу сказать, что, несмотря на то, что сегодня ехал на поезд, поезд, кстати, да, в интернете написано, что есть поезд, люди пришли с Гродно сесть на поезд, а поезда нету. Вот, я думаю, что с трудным транспортом и иском такого никогда не будет. Наверняка нет. Потому что, да, если поезд не оправдывается, то можно не запускать поезд, запустить Unilight, Univind и так далее. Вот. То есть два-три человека могут сесть и поехать. Поэтому вот это вот действительно большая разница. Целый поезд, наверное, не набрался. В общем, ответили. Да, ну, был у нее два варианта. То есть либо поезд, либо маршрутка. Но так как сейчас такая... Очень скользкая дорога. Ночью шел снег, она говорит, я просто боюсь ехать на маршрутку. Ну, и как бы правильно сделала, что она осталась. Ну, здесь такого не будет. Ну, что, дорогие друзья, я думаю, что очень здорово, эмоции переполняют, да. Вот. Я надеюсь, что все-таки на сбивчивый такой немножко репортаж. Тяжело все-таки в Zoom, то, что мы в фронтальной камере, очень тяжело работать с ней. Вот. Но я говорю, что надеюсь, что мы сейчас еще наснимаем, да. Вот. Потом мы еще добавим свои комментарии там, да, где-то отдельно поснимаем. Вот. А на этом, наверное, наш прямой эфир сейчас заканчивается, да. Давайте вам еще раз покажу. Спасибо. Спасибо огромное. Мне кажется, на то он и стрим получился, и на самом деле он получился очень живым и очень динамичным. Поэтому, да, спасибо. Я старался. Вот, видите, люди работают, мы им немножко тут мешаем. Ну, Олег Анатольевич, от всего сообщества передаю вам огромный привет со всего мира, да. Спасибо вам огромное за помощь, да. Вот. Я думаю, что мы к вам будем посещать, но самое главное, понятно, что сегодня у нас не многочисленная аудитория, но при этом смотрит вас весь мир. Спасибо. Да. Все, ждем в гости. Да. Так что приезжайте. Да, приезжайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Все. Ну что, друзья, пока-пока. Так что до новых встреч. Ждите новых репортажей. Отлично. Спасибо. Пока-пока. Пока. Здравствуйте. Пока-пока. Продолжение следует... Архит avis ц Ecco. yes. codсд弁!, на hundreds польсд... Wow. lactation ARE и надлба мне смех сaku. Все как и лучшие дома. Огромные carbohydrates zg Associated Gesetz Продолжение следует...